Приветствую вас! В Грузии назревает Майдан. Не, ну действительно там у них сейчас такие революционные события. Наверное, видели большое количество и картинок, фотографий, сюжетов, траки. Там даже протестующие хотели захватить парламент. Полиция начала применять резиновые дубинки, пули, водометы. То есть все как положено. Революция на марше! Вообще, если бы кто-то задал вопрос грузинам. Нафиг это все! Я думаю, большинство так покрутили бы сказали. Дебилы! Вообще, по большому счету, всегда Майдан и революция начинаются из-за глупости. Но никто про это не вспоминает. И самые обычные глупости. Ну какое ваше собачье дело, какой закон принял парламент? Ваше какое собачье дело! Ну вот хорошо, приняли закон про иноагентов. Вам то какое собачье дело! Вы что, агент? У вас есть работа, бизнес, зарплата. Занимайте своей работой! Своей семьей! Какой черт вы засовываете нос? Топчем! Мы ни черта не смыслим! Вам то какое дело! Есть это агенты! Нет! Это настолько тридестепенный, десятистепенный вопрос, что плевать на него с большой кулакой. Нет! Народ вышел! Что мне рассказать? За бабло он вышел! Проплачено все это! Без денег Майдана не бывает! Кто платит? Не-не-не, не Украина! Представьте! Для нас это никакого интереса не представляет! Россия тоже не платит! Грузинские бизнесмены! Смотрите, всегда власть как делится. Есть те бизнесмены, которые ближе к власти, есть которые дальше от власти. Понятно, всех идут поближе. Почему? Бюджет! Почему? Льготы! Почему? Контрабанда! Почему? Потому что деньги! И понятное дело, что какой бы ни был президент, премьер, какие бы ни были в партии, всегда есть часть бизнесменов, которые недовольны, не так делят. Не тому дают, не так дают, да? И в Грузии есть такие бизнесмены. Правда, есть пару бизнесменов, которые действительно сейчас финансируют это мероприятие, они вообще-то в России. Но это не российские, они просто там сидят. Но бизнес у них, да, и в России есть, и в Грузии. И да, действительно, им сейчас интересно создать проблему. С какой целью? Поменять премьера, поменять президента, поставить своего и до кормошечки, до кормошечки. А этих идиотов используют как мосок. Я говорю, что очень часто, очень часто политики спекулируют и обманывают людей, а люди обманывают слегка. Понимаете, люди склонны к тому, чтобы верить в всякую глупость. А политики умеют манипулировать и манипулируют, да, действительно, они, в общем-то, пытаются, знаете как, они подбивают людей на всякие авантюры, а потом, когда вот оно действительно доходит до крайности, говорит, а мы же не виноваты, это ж вы сами. Это есть. Но без спонсора Майдана не бывает. Вообще, поймите правильно, любое такое мероприятие, ну да, там может, конечно, собраться пару коллег, которые по, вот именно без спонсоров, покричать, повыступать. Телевидения нет? Интереса нет. А за телевидение платить надо. Это дорогая хорошая. Плюс ко всему, опять же, информационное поле, плюс опять же массовка. Да, какая-то часть людей действительно на таких мероприятиях бесплатна, а часть только за бабло. Ну, вообще, существует система такая, что надо мероприятие, там, говорит, понять, организовать массовку. Есть там определенные, как бы, десятники и так дальше. Да, действительно, система работает довольно забавно. Ну, те, которые, вот, самое главное, дают бабло, оно спускается вниз. Так пока оно спускается, оно разворвается. И вот основная масса, которая, вот, действительно, сейчас получила и дубинку, и водометом, и кто-то, действительно, кого-то арестовали, кого-то даже, там, ну, синяки кикали. Вот они меньше всех получили. А вот те, которые сидят тихонько в кабинетах, себя стебнули больше. Да, 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 это такая есть система, да. И да, действительно, так она работает. Да, действительно, на сегодняшний момент есть запрос на Майдан в Грузию. Есть. Чисто за ним, чисто. Там, смотрите, какая ситуация. Там есть лакомые кусочки, ну, то та же же земля возле моря. Дервутся, ой, дерутся. Да, есть, соответственно, потоки контрабанды. Через Грузию довольно много контрабанды идет. И вы же понимаете, что если у вас есть крыша, вы эту контрабанду спокойно прогоняете. Если крыши нет, у вас бомба. Естественно, что безмограды говорят, не, я же хочу иметь своего смотрящего, чтобы было все. Да, да, так она работает. И так, действительно, происходят все эти события. Ничего там нет. Тем более, говорю, что если бы тех протестующих спросили, а вы вообще-то читали этот закон? Сказали, а, какой закон? Так вы же протестуете против закону. Да. А я не знал. Мне бабло дали, я не знаю, за что протестуют. Очень часто говорю, что протестующие никогда не бельмец, не читают, не знают, не понимают. Они даже не понимают, что они требуют. Главное, срач и шоу. Да, да, я не спорю. Какая-то часть людей с восторгом смотрит это шоу. Почему? Ну, понимаете, людям нудно, скучно. Знаешь, где каждый день ходить на работу, да, работать. Занимается бизнесом, да, это тяжело, это скучно. А тут красиво, картинка, митингующие нападают, дерутся с полицией. Класс, 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 салас, салас. Толпе это нравится, толпе это нравится. Толпе это восторгом смотрит, восхищается. Пишет комментарии. Вот, правильно, браво! Идиоты! Сколько в Грузии было революций? Чем они заканчивались? Фуфло. Полнейшее фуфло. Саакашвили вспомнил? Великий революционер. Сейчас его ноги все в нем вытирают. Да, вот такая ситуация. Революция никогда ничем хорошим не заканчивается. Не, но они действительно решают вопросы отдельных бизнесменов. Спорить не будут. Да, они дают возможность одним заработать, другим потерять. Да, спорить не будут. Но для людей всегда трагично. Они всегда убивают экономику, всегда создают проблемы. Всегда, действительно, ну вот, говорю, что кто-то покалечился. Очень надеюсь, что никто не погибнет в этих мероприятиях, потому что это самое трагическое. Да, действительно, возможно, кто-то посадят, потом неизвестно выпустят или не выпустят. И что-то поломают, сожгут. Ну, то есть, в любом случае, однозначно, все плохое, ничего хорошего. И абсолютно ничего не поменяется от того, что, скажем, на место этого, скажем, пацана придет другой пацан. Ничего абсолютно. Тем более, в Грузии же были случаи, когда действительно там меняли. Там вообще же интересная ситуация. Действительно, Грузия славится ворами в законе. И там же получилось, что премьер-министр, ну, точнее, премьер-министр поставили воры в закон. Да, было, было. Там поменяют. Обалдеть. А если премьер-министра поставили воры в закон. Класс. Класс. Ой, народ, народ. Да плевать на этот народ. Народ. Быдло, а не народ. Народ работать должны. Деньги зарабатывают. Прости, юно. А который бегает на всякие революции. Это не народ. Это быдло. Это массовка. Это дебилы. Которые потом нас ошукали. Конечно, ошукали. Потому что дебил. Вас ошукали. Вас обманули. А что ж вы хотели? Родные мои. Так что, смотрим дальнейшее развитие событий. Не, картинка красивая. Посмотреть можно. Это самое. Полнейшие дебилы. Абсолютно. Не, я не знаю, чем он там закончится. Там, возможно, и Россия вмешается, чтобы на этом подзаработать. И какие-то бизнесмены. Украина нет. У нас нет там интереса. Наши бизнесмены в Грузии не работают. По этой причине никакого смысла финансировать. Американцы тоже там не работают. Да, да. Вообще, по большому счету, Грузия, она не интересна. Ни для Украины. Ни для Европы. Ни для Америки. Абсолютно. Она очень маленькая. Там нет ничего такого ценного. Она более-менее интересна для грузинских бизнесменов. Да, согласен. Для российских. Ну, смотрите. Там действительно, на сегодняшний момент, очень много недвижимости в Грузии скупили граждане России. Но я бы не сказал даже, что это какие-то такие... В мой взгляд, это обычные граждане России, которые просто заработали бабло и купили себе там недвижимость в Грузии. Ну, нельзя их назвать какие-то там олигархи. Нет. Это самые обычные. Вот они на это смотрят. Ну, понимаете, по-разному реагируют. Потому что, понимаете, чтобы эти события не привели к тому, что их недвижимость расстрочит. Вот это плохо. А там, в принципе, действительно, они бы хотели, чтобы, ну, как бы, прекратилось это, моя же недвижимость, понимаете. Но, я говорю, интересов особых российского капитала в Грузии нет. Там нечего делать. Абсолютно. Там она маленькая. Говорю, что это они дерутся. Они делят шкуру, делят прибыль. Ну, такое милый язык. Ну, это ихние деньги. Вот такая ситуация. И вот такие вот забавные события сейчас в Грузии. Ну, что ж, наблюдаем. Надеюсь, закончится. А не знаю, как закончится. В любом случае, просто смотрим. На тупое, бессмысленное шоу. Толпе это нравится. Виталий вас. Ну, если смотрите мой канал, значит, что это зацикало. Поэтому я предлагаю вам стать спонсором моего канала. Заходите на титульную строчку моего канала. Тисните кнопочку «Спонсорство» и два пакета для спонсоров. Дешевше не бывает и «Клуб економичной мудрости». Дешевше не бывает, це, перш за все, для тих спонсоров, які хочуть подивитись премьерний показ есклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стриму і отримати відповідь. «Клуб економичной мудрости» – ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну, і податки правильно сплатити. Ну, і саме основное. «Клуб економичной мудрости» – це про економіку, але настільки простими словами, що навіть, якщо ви не економісты, все розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте. Дякую за перегляд!